Вас приветствует компания Простой Софт. Представляем вашему вниманию конфигурацию Прачечная химчистка. Конфигурация Прачечная химчистка построена на платформе программы учет клиентов и предназначена для автоматизации учета в химчистках и прачечных. Данная конфигурация содержит таблицы-справочники, фактические таблицы и отчеты. На основные вкладки вынесены следующие таблицы – клиенты, заказы, договоры, счета, платежи, расходы, справочник услуг и сотрудники. Также каждый пользователь может настроить основные вкладки под себя – меню «Сервис», «Параметры», «Показывать вкладки». На панели инструментов расположены кнопки для работы с таблицами. Каждая кнопка имеет всплывающую подсказку. Перейдем к таблице «Клиенты». Таблица «Клиенты» является таблицей-справочником. Как и все таблицы-справочники, она заполняется в начале рабочего процесса и пополняется в дальнейшем. Данная таблица содержит контактную информацию по всем клиентам нашей организации. Это наименование клиента, его адрес, телефон, e-mail и прочее. Клиенты могут быть двух типов – юрлицо и физлицо. Слева от таблицы построено дерево по полю «Тип» для быстрой сортировки клиентов. Для этого в свойствах таблицы функции «Дерево» мы выбрали поле «Тип» и указали сортировку веток по возрастанию. Внизу таблицы подведены итоги по количеству заказов данного клиента, которые мы также можем просмотреть в подчиненной таблице заказов, и по количеству активных договоров с клиентом, которые мы также можем просмотреть в подчиненной таблице договоры. Статус договора при этом должен быть активен. Также таблица клиента содержит подчиненную таблицу счета и платежи. Все подчиненные таблицы также находятся на основных вкладках. Перейдем в таблицу заказа. В данной таблице мы фиксируем все заказы, поступившие от наших клиентов. Добавим новый заказ от клиента. На панели инструментов нажимаем кнопку «Добавить новую запись». В форме добавления заказа номер заказа и дата заполняются автоматически. Указываем тип заказа. Выбираем клиента из таблицы справочника «Клиенты». Адрес телефона и наименование клиента заполнились автоматически. Выбираем дату выполнения заказа. Также можем указать статус заказа и нажимаем кнопку «Ок». Таким образом, в таблицу заказа мы добавили новый заказ. Сумму заказа в данной таблице мы не указываем и переходим в таблицу «Изделие в заказе». Нажимаем кнопку «Добавить» и в форме добавления выбираем изделие из справочника услуг. Отсортировали все услуги по типу «Стирка» для быстрого поиска той или иной услуги. Указываем количество изделий. Общая сумма пересчиталась автоматически. Также мы можем заполнить следующие поля. Особенности изделия, дефекты изделия, материалы изделия, примечания и т.д. Нажимаем кнопку «Ок». Запись в подчиненную таблицу изделия в заказе добавлена. Сумма заказа в таблице заказа заполнилась автоматически. В таблице заказа подведены итоги по полю сумма заказа. Для этого в свойствах таблицы в функции «Итоги» мы выбрали поле сумма заказа, групповая операция сумма. Также в таблице заказа настроено цветовыделение по полю статус. Если в поле статус указано значение «Принят», то цвет фона записи подкрашен зеленым. Если в поле статус стоит значение «Выполнен», то цвет фона записи подкрашен серым цветом. По каждому заказу в подчиненных таблицах мы можем добавить договор или платеж. Добавим новый договор по данному заказу. Номер договора и дата заполняется автоматически, статус прописывается тоже автоматически. В дальнейшем мы можем изменить его на «Неактивен». Указываем сумму договора, валюту, скидку, если она есть. Также мы можем указать ссылку на договор, который будет храниться на нашем компьютере. Можем указать дату начала, дату окончания. Указываем код клиента и нажимаем «Ок». На основной вкладке «Договоры» также был добавлен новый договор, который мы только что добавляли в таблице заказа. В таблице платежи мы можем указать платеж по данному заказу. Либо можем перейти в таблицу счета, выставить счет для клиента и указать платеж по счету непосредственно здесь. Добавим новую запись в таблицу счета, укажем сумму счета клиента. Также мы можем указать дату вручения счета, кто принял счет, дату оплаты в последующем и ссылку на данный счет. Также укажем номер договора. Нажимаем кнопку «Ок». В подчиненной таблице услуги по счету добавим услугу по данному счету. Также выбираем ее из таблицы справочник «Услуг». Здесь же мы можем указать ставку НДС. Всего с НДС пересчитается автоматически. Далее мы можем сформировать данный счет и вывести его на печать. Кнопка на панели инструментов «Счет». Счет мы сформировали, можем отправлять его клиент на оплату. Также мы можем сформировать следующие документы. Счет фактура, накладная торг-12 и акт. После поступления оплаты по данному счету укажем ее в таблице «Платежи». Указываем тип расчета, документ, сумма оплаты, валюта. Можем указать состояние оплата получена. Можем указать периодичность. Также из таблицы справочник сотрудника выберем сотрудника, подтвердившего данную оплату. Укажем дату подтверждения. Поле по счету у нас заполнилось автоматически и выберем код заказа из таблицы заказа. Нажимаем кнопку «Ок». Изменяем статус счета на «Оплачен». Вот у нас статус изменился. На основной вкладке «Платежи» также появилась новая запись. В таблице «Расходы» мы указываем все необходимые расходы нашей организации. Это могут быть как расходы на какие-либо чистящие средства, аренду, зарплату и т.д. В таблице «Справочник услуг» мы указываем все услуги, которые оказывает наша прачечная или химчистка. Таблица «Сотрудники» содержит контактную информацию по всем сотрудникам и пользователям данной программы нашей организации. Конфигурация «Платежная и химчистка» также содержит некоторые стандартные отчеты. Это «Продажа, расходы и прибыль за период», «Баланс клиентов» и «Прайс-лист». Также мы можем добавить новый отчет. Сформируем отчет «Продажа, расходы и прибыль за период». В форме отчета можем указать дату начала периода и дату окончания периода. И нажимаем кнопку «Показать». В сформированном отчете мы видим сумму всех продаж за период, сумму всех расходов за период и сумму прибыли за выбранный период. Также мы можем сформировать данный отчет и вывести его в Excel. На этом все. Надеемся, что использование конфигурации «Прачечная и химчистка» сделает ваш рабочий процесс таким же простым, как и все наши программные продукты. Продолжение следует... Продолжение следует...